О сколько нам терзаний жутких готовили лучшие люди России и специально обученные товарищи из одной сомнительно известной организации и из страны самых смелых президентов, когда Макдональдс решил покинуть Москву и все, что за МКАДом. Нам обещали резкий рост безработицы, бунты оголодавшего без бутербродов с кунжутом свободы населения, снижение репутации в глазах мирового сообщества и, конечно, утрату последних крох демократии, ведь Макдак олицетворял, особенно для многих сотрудников одного известного либерального радио, которое тоже теперь не с нами, победу над СССР и настоящее светлое будущее, которое, разумеется, разрушил Путин. Однако в первый же день своего открытия в Москве сеть ресторанов быстрого питания «Вкусная точка», заменившая уставший и ушедший Макдональдс, взяла и установила, несмотря на название, новый рекорд, продав более 120 тысяч бургеров. Это даже представить, согласитесь, страшно. Потом еще, не дай бог, все эти булки и котлеты в таких количествах во сне снится будут. Однако факт остается фактом, и данный показатель слегка превысил максимальные цифры продаж, зафиксированные ранее под старой маркой. Причем об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail. И тут же добавляет, что стало пророческим. История с уходом и последующим ребрендингом Макдональдса показательна. Крупным западным потребительским фирмам будет крайне трудно разорвать все связи с Россией. Изоленты, очевидно, не хватает, а местные компании гораздо с меньшими проблемами смогут заменить зарубежный бизнес для россиян. Короче, как в воду глядели. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Итак, друзья, вот и закончился 2022 год, и начался 2023. Пускай он будет лучше для вас и ваших близких, а наша передача, как вы поняли, уже на работе. Ведь вы должны знать все, что происходит, пускай и поцеловать их с флажерчиком, или также уже на посту, как и мы. Однако, в любом случае, мы будем рады помощи от вас, потому что финансово по-прежнему ничего не изменилось. Редакция канала «Не конец истории» крайне зависит от ваших подарков. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику, а зрители из-за границы могут нажать кнопочку «Спонсировать». Теперь это возможно. Вы не бросили нас в 2022-м, не бросайте сейчас. С Новым годом мы вместе победим. Итак, еще в середине лета стало известно, что решение Макдональдс покинуть российский рынок обошлось ему в 1 миллиард и 300 миллионов долларов расходов с начала 2022 года, отчиталась компания. Сейчас эта цифра очевидно больше, но тут начавшийся 2023 год принес сюрпризы. Оказывается, Макдак без России не работает в Казахстане. Причем никаких шуток. Рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТЛО «Фуд Солюшенс Кейзет» перестают работать под брендом Макдональдс. И причина снова и снова одна – санкции. Потому что, хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие ограничений вроде бы против Москвы, Макдональдс запретил местному франчайзе закупать котлеты у российских производителей. Наказали, короче, опять Путина, но тут прилетело с другой стороны. А еще оказалось, казахстанские компании не смогли закупать ингредиенты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров по стране означали бы сюрприз, сюрприз, введение бизнеса в убыток, шах и мать тебе, вкусно и точка. Правда, не станем вас обманывать. Фактически, в самом Казахстане сами точки общественного питания работать-то не перестанут, но просто сменят вывески. Ну, как там в переводе будет, мы же не местные. Однако факт остается фактом. Санкции против России снова испортили бизнес американским бутербродом свободы. И это точно не конец истории.